в саду отличный урожай кабачков я сейчас приготовлю из них вкусное блюдо солю кабачок чтобы он отделился сок и отжать нам их надо будет а пока тем временем можно нарезать колбаску любую можно мясо какой у вас есть или фарш готовый уже поджаренный с ручком сыр натереть на терке пока это мешает кабачок я не стала чистить потому что шкурка молоденькая даже семена оставила они мягкими и такие ничего страшного в этом нету вот сейчас только посолила и уже сока посмотреть сколько выделяется сока сейчас 5 10 минут постоит и буду отживать пока шинковала и резала порезала помидорки посмотрите сколько образовала сока его надо отжать кабачок отжала добавила два яйца где второе а вот она два яйца желток поперчила солить не надо потому что мы же залили кабачок достаточно сейчас все перемешаю и налью в раскаленную сковородку и буду обжаривать масло разогрелось выливаю все разравниваю масло много воды наливаем ничего страшного думаю перевернется все это не ставлю на медленно-медленный огонь накрываю крышкой и пусть все это обжаривается это будет у нас вместо теста кабачковая лепешка кабачок обжаривается друзья я совсем забыла сказать что нам добавить сюда две-три ложки муки я представляете сверху посыпала и перемешала нижний слой не стала задевать а просто перемешала и сейчас вот обжаривается надо перевернуть на другую сторону я частями перевернула эту лепешку не смогла полностью сейчас я добавлю кетчуп сюда это мой домашний кетчуп намазала кетчупом лепешечку эту и добавляем колбаску разравниваем все колбасу можно добавить любую какая у вас есть вареную ветчину или еще какую-то нету колбасы и добавьте отваренное мясо сверху насыпаем сырок накрываем крышкой и даем растаять сыру и запечь все лепешки вот так расплавился сыр уже смотрите но я боюсь что еще не с ним под зажарился не получилось у меня красиво снять кусочек пиццвета ничего страшного на вкус это не влияет всем приятного аппетита сейчас будем ужинать а рыбак опять с уловом карасян вкусный сладкий сколько три с половиной это карасики грамм по 600 поменьше какой по 400 30 50 но вот этот большой вот этот вот и вот этот посмотрите у нас солнышко вышло на закате с обратной стороны закат запад там а здесь восток здесь солнышко встает очень радостно может быть установится тепло у нас и пройдут дожди надеюсь абрикос что нападал сереже мне обрезал все засыпали сахаром постояла ночь и сейчас довариваю опять несколько приемов буду варить доводить до кипения оставлять остужать и опять доводить до кипения но абрикос меняет свой цвет всегда коричневым становится не умею я делать янтарный абрикос как-то люди умудряются делать варить у нас уже переспел и поэтому с него ничего не сваришь путево у нас опять дождичек прошел когда это кончится вы не знаете люди друзья а я впервые купила клубнику называется черный принц из киргизии вот она небольшая небольшая но вкусная ароматная такая сережки его пробовал говорит наша вкуснее было первый раз купила 1050 рублей за 2 килограмма вот этот ящик небольшой нашла такую группу в телеграме а там заказывают и абрикосы и персики и нектарины что там черешня была отошла я вот не знала о том заказала тоже сейчас два сорта земляники клубники вернее и малину и ежевику ну ежевик сказать кислая я не стала ее брать вот это сейчас перемоешься разложу по баночкам что-то перемелю остальное просто замороже целую купила контейнера в кучу дешевых довольная такая зашла шок цена а там вот этот наборчик по 3 штук 38 рублей стоит я хотела вот такие купить фикс прайс еще это на 230 миллилитров они плоские удобно это когда перемолоть я буду с сахаром или без сахара и заморозить и вот каждую порцию доставать но эти вот такие вот квадратикам сколько здесь 250 миллилитров написано тоже небольшой он только вот такой вот квадратный не плоский зато в два раза дешевле получились это 2750 а этот получается здесь 13 рублей на ангета до 13 рублей штучка 1 варим варенье закипит и выпить на мыло контейнеры помыла ягодку вода вообще чистая смотрите видимо ее на укровном материале растят сейчас даже вот могу убрать она не выглядит не совсем честно сейчас еще второй воде помою разложила ягодку очень вкусная вот посмотрите несколько штучек вот недоспелой две штучки на минуты третье а так в основном вся очень хорошая спелая не мятая вот и обычная клубника у нас вот такого красного цвета да а черный принц вот смотрите как бы цвет темный бордовый необычный вкус такой вкусная вкусная тушистая почему я раньше об этой группе не знала я бы хоть черешни в этом году не наелась там продают еще рыбу деликатесы семгу всякого размера ну всякие полфабрикаты приготовленные из деликатесов а эта группа называется в этом в телеграме шеф краба вот такое необычное название еще одну группу нашла тоже она предлагает персики нектарины нектарины всего по 110 рублей вот а персики и подороже персики дороже почему-то называется рыба магнит в уфе точно есть и в магнитогорске есть но я ее почему-то не нашла уфимской находится группа а наш магнитогорская нет почему не знаю мне так нравится вот этот набор чашек мисок они разного размера есть один вот дуршлаг и чашки разного размера от большой до маленькой так удобно я им постоянно пользуюсь еще крышка закрыл и все чистенько очень удобно сейчас вот смыла ягодку и все четыре мне пригодились представляете кто увидит вот такой набор покупайте мадрешка прям другу дружку складывается все удобно и яркие расцветки симпатичные летние разложила ягодки по шести контейнером и остатки вот решила перемолоть вот так на 23 по месяце чуть-чуть сыпнула сахара потому что слова ты так ягода так есть хорошо а когда перемелишь то кисловатая на весь такой цвет красивый темный вишня вишневый цвет такой буду замораживать эти контейнер хорошо и в микроволновку можно и посудомойку и в морозилку не стала я отдирать хвостики так интереснее будет есть на один раз достал съел и все не освободилась контейнер три контейнера маленьких вот разлила вот считайте 1000 рублей всего-то нет ничего но мы поели правда я пока перебирала мягкую ела вот вчера крыжовник я продала на 1000 сегодня на 1000 клубник купила хороший бартер да сейчас поделюсь лайфхаком смотрите у меня полотенце на котором ягода лежала все уделано и оно было совершенно чисто мне не хочется вообще его стирать его вывернула так наизнанку как бы наизнанку да и и залью крутым крутым кипятком полотенце у меня льняное сто процентов и сейчас увидите что произойдет произойдет чудо просто и быстро избавимся от ягодных пятен 5 минут полежит и все ничего не будет никакого средства я сюда не положила только один кипяток давайте смотреть вот еще и пяти минут не прошло даже пятен нету видите вода какая стала темная оно же было все в я виде все в пятнах сейчас абсолютно чистое сейчас осталось только прополоскать и высушить ни одного пятнышка вот белая же ткань тоже здесь была вся в пятнах и само все полотенце в красных пятнах было а сейчас оно коричневое это белорусское полотенце мне когда-то сваха давно дарила такие удобные полотенчики все пошла полоскать и все и лишить все все все